приветствую всех на канале про цветок меня зовут юлия тадеуш и сегодня мы будем обрезать розы сейчас мы будем обрезать куст флорибунды группа флорибунд что касается их то осенью я для них все таки делаю ну вообще это группа роз она достаточно небольшая не такая огромная как шрабы которые вот мы обрезали это группа роз которая растет там максимум до 90 сантиметров в среднем плюс-минус какие-то кусты более низкие какие-то кусты более низкие более высокие как бы но в целом вот в этих пределах до метра эта группа роз держит и она как бы характерна обильностью цветения красотой цветка потому что она не чуть не хуже чайно-гибридные розы но при этом она намного проще в уходе и что касается осенней подготовки этих кустов с роз я просто срезаю их в принципе до 50 60 сантиметров высотой вот сейчас вы видите вот это вот то что было но на самом деле поскольку сами по себе они небольшие то это соответственно подрезаю их на самом деле немного это 2 кордесовские розы одна из них с трудно произносим мною названием юбиленхаус юбиляу юбиляус роуз в общем не выговорить 2 просто прикола слава богу вот и я их весной уже немного подрезала но в целом чтобы вы понимали высота куста летом вот такая и соответственно вы понимаете я подрезала буквально так чтобы стало под укрытием сантиметров 10 не больше эти кусты у меня достаточно старые и здесь как бы я тоже постепенно произвожу с омолаживающее обрезку вот мы уже говорили о том что обрезка у нас есть омолаживающее обрезка санитарная и обрезка формирующие и вот эту розу я постепенно омолаживаю в то же время подформировываю что касается этого куста я вот сразу вижу процесс как бы санитарный вот этот сухую веточку которая уже в принципе давно высохла явно мы можем обрезать значит здесь вообще принципе вот этот принцип освобождение середины куста убирание лишних как бы побегов и избавление от вилок он тоже действует также как и на шрабах единственное что здесь вы видите побегов у них они такие коротенькие намного больше но все равно есть и тонкие побеги которые я сразу вижу что надо вырезать которые мне мешают вот молодой побег вырос побег второго порядка но он достаточно хороший перезимовали они до самых кончиков в целом хорошо поэтому я в принципе все что могу сделать например этот побег я хочу оставить он достаточно неплохой то что роза такого бордового цвета у коры этого не пугайтесь это особенность ее сорта ну вот средств как вы видите очень хороший и я буквально подрезаю вот такие хорошо перезимовавшие побеги просто самые кончики смотрю я ее не буду сильно резать я щас все тонкое вырезаю серединке вот смотрю например вот здесь да вот у нас берем по порядку освобождаем центр куста вот эти вот веточки которые растут вот вот слепыш такой на котором ничего не будет мы его сразу вырезаем укорачиваю вот эти верхние хвостики все и поскольку я его вот то что я говорила я его осенью уже подрезала а перезимовал он очень хорошо то мы его коротко вообще в принципе и не стрижем это его нормальная высота для обрезки я сейчас все что делаю на самом деле это делаю куст более светлым освобождаю середину вот я вижу вот этот побег который мне не нравится на нем в принципе видите нет почек практически нормальных я его вырежу полностью и растет в середине куста он только нам мешает опять же рядом с ним я вижу еще один побег тоже который растет прямо в центр куста и и на нем вот одна есть почка но я понимаю что она достаточно слабая побег сам слабый и хорошего цветения не будет будет только загущать вкус поэтому вот я опять же середины вырезаю вот этот весь процесс начинается просто с освобождение явного лишнего и постепенно опускается до чего-то вот плохо вот это санитарная скорее обрезка видите эта веточка просто подмерзла можно ее полностью обрезать здесь опять у нас сердцевина форма куста вот здесь вот видно опять санитарная обрезка этот побег вот я просто на сто процентов уверенно начал расти осенью и вызрите он не успел поэтому он покрылся вот таким инфекционным ожогом я его обрежу вот до этого места и дальше тогда он вполне нормально вырастет ну что смотрим дальше на наш куст здесь конечно вот видите ну это такой характер на самом деле сорта особенность что у него растет сразу так много побегов выпускается в принципе для него это вполне нормальное явление у такой изображает из себя как я говорю паучка мы сейчас немножечко вот середины удалили а на самом деле с краю мы можем больше таких побегов оставить потому что они будут расти наружу куста и загущать не будут ну кое-что вот мы такое тонкое удалим вот здесь мне не нравится побег хороший но растет он вниз я понимаю что как бы побеги пойдут отсюда но он будет достаточно низко все равно цветочки вот эти они будут расти в сторону я их хочу немножечко укоротить этот побег даже еще больше мало того он будет перекрещиваться здесь мне вот с этими поэтому возможно несмотря на то что там были хорошие почки проснувшиеся я обрежу его покороче чтобы они сейчас мы еще вырежем вот из этих трех розеток уберем ставим хотя бы две тут у нас опять пучок как вы видите причем тоже всегда вот жалко резать потому что на самом деле все такие хорошие вот мы видим какие они в принципе и на срезе неплохие но все равно вот этот уже лишний я его отсюда удаляю и оставляю из них только три а потом возможно я обрежу еще на самом деле вот тут подход который говорил постепенно обрезать вот тонкий опять же мы удаляем здесь пока два оставляем но по сути тоже хочется его здесь тоже хороший почка до проснулась внизу еще не видно но я вижу что там пазуха есть там клювик почки торчит я хочу чтобы у меня вот этот побег роз не сюда арос наружу куста поэтому я все равно подрежу не жалея да вот этой почки которая смотрит наружу здесь кусочек от старого побега я понимаю что я хочу его отрезать и омолодить таким образом здесь тоже наверно вот так подрежем вот тонкий вот видите вообще очень характерно почка вверху и вот я просто уверена на сто процентов что из этой почки не вырастет ни одного цветочка это вообще так называемые слепыши получатся на этом маленьком тонком побеге поэтому я его смело удаляю вот этот тоже растущий в центр куста опять убираю побег вот этот принцип освобождение вообще побегов здесь немного подумав я срезаю еще вот так и вот так в итоге видите на самом деле из моей вилки осталось всего остался всего один побег я освободила сейчас здесь еще посмотрю и по хорошему удалю вот эту вилку вот здесь перекрещиваются видите опять некрасиво ветки но обратите внимание я сразу это не обрезала я подходила к этому постепенно и в итоге я освободила чтобы у меня росла вот эта ветка была продуктивная теперь я смотрю вот на эту часть и она мне тоже не нравится я ее тоже вырезаю эту вилку и вот в итоге у нас остается вот эта одна ветка которую мы подрежем еще больше для чего для того чтобы проснулся вот эта почечка и побег этот начал расти на нас наружу они вниз вот так мы с постепенно освобождаем ку здесь опять вот это наша вилка спорная а эту вилку я все-таки уберу потому что она перекрещивается со всеми этими вид ветками и когда он начнет расти он начнет у насчет запутываться еще больше вот я вижу ветку которая тоже абсолютно бесполезно я вырезаю ее полностью вот мы дошли вообще до вот этого мелкого безобразия час мы почистим даже наверное вырежем полностью вот этот вот это остатки от старого побега опа и вот эту вниз тонкую и оставляем всего лишь два молодых побега даже на самом деле по-хорошему возможно надо ставить только вот этот так ну вы видите сколько вообще в итоге еще вот наверное обрежем вот так как у нас постепенно постепенно освобождается куст вот веточка на самом деле без почечек там где-то внизу было но нам маловато и вот это укорачиваем и вот часть куста которую мы освободили дальше смотрим на какие-то моменты что мы еще здесь хотим удалить я наверное еще обрежу вот так чтобы в эту сторону рос еще короче и здесь из этой вилки я хочу чтобы вот это вот стала активно развиваться ветка я вот это обрезаю так тут перекрещивается но в целом это возможное перекрещивание вот здесь у нас осталось все таки мы тут срезали срезали три из одной растущей из одной как бы почки все таки по-хорошему это неправильно я думаю какой удалить вообще самый перспективный вот этот который растет наружу этот растет вовнутрь я его освобождаю и здесь тоже подрежу оставлю два побега чтобы росли вот в эти стороны вот сюда рос и сюда росли как бы побеги чтобы он кустился эту часть куста мы уже обрезали да опять же смотрите какой старый ее жечка вот эту кору нижнюю снимаю потому что сняв старую кору можно освободить место для роста новых почек вот ну и мы подошли к вот этой сложной тоже опять же ветки где я сразу удаляю то что вот непродуктивная и растет непонятно как вот наверное обрежу вот эту в центр куста смотрящую вот здесь вот так тонкий побег можно обрезать покороче и вот здесь наша вилка мы на нее смотрим что нам на ней интересно на самом деле староватая ветка и она с повреждениями но я понимаю что все-таки цветение на ней будет ведь как почки активно проклевываются но так или иначе наверное ее подрежу вот так пускай эта почка растет и будет более смелая и вот так вот здесь вот такие тонкие тоже вырезаем ой тут у нас и побеги 2 1 порядка вообще вот хотелось бы мне по сути вот этот старый хвост видите постепенно старый побег его постепенно опускала опускала дошло уже до точки и вот остаток вот этот старый остался и я вижу что в принципе побегов у розы хватает и я могу полностью вырезать вот этот еще кусочек старого побега несмотря на то что он как бы выглядит вроде бы и неплохо а здесь я освобождаю вот так и смотрю и обрезаю вот наверное вот здесь будет почечка она должна проснуться у нас здесь до почки и вот эти тонкие нам тоже в общем-то хотелось бы оставить но укоротить чтобы они не были вот таким так теперь смотрим в последний раз на наш вот этот старый побег у меня конечно так и тянет его вообще резануть вот так и вот оставить вот эти более молодые но наверное пока я все же подожду единственное что мне не нравится смотрите побег был первого порядка то побег потом от него на самом деле шли побеги второго порядка третьего порядка четвертого порядка пятого порядка я понимаю что это очень будет плохо я опять режу вот так и оставляю всего лишь вот эту одну ветку даже ее обрежу вот почка смотрит в эту сторону и почка в эту я хочу чтобы она росла наружу куста и оставляю вот так я уверена что вот эти почки они проснутся и будут расти сюда вот мы срезали видите вот каждый новый рост это побег нового порядка ну что у нас осталось от этого куста решить что нам нужно делать вот с этой веткой тут вроде бы красивые почки проснулись но я понимаю что они будут слабоватые для цветения потому что опять побег первого порядка побег второго порядка побег третьего и это четвертого рожки я его подрежу и сделаю вот так и так он будет у нас все вот теперь у меня остался спорный вопрос вот с этим пеньком я вам честно скажу что возможно его следующие выходные еще вырежу но пока я оставлю и посмотрю как у меня будут проклевываться почки по-хорошему вот омолодив куст омолодить куст я бы сделала вот так вот резанула но я хочу посмотреть как будет пропуск просыпаться почки и в зависимости от этого я подрежу его побег длинноват сейчас мы его подрежем я хочу посмотреть на его рост наверное вот этот подали тонкий все мы освободили максимально хорошо его навстречу солнышку все и пока оставили вот в таком положении дальше будет смотреть как будет развиваться вот в итоге мы обрезали этот куст в целом конечно я смотрю еще и на внешний вид чтобы она была достаточно гармонично чтобы даже если вот я жалеете иногда вот хороший побег да но если он выходит уже за габариты нашего куста я все равно его подрезаю для того чтобы он оставался какой-то ну ориентировочно округлой такой сфере не выходил за рамки для того чтобы этот куст был красивый у нас и вот он такой получается очень многих интересует как обрезаются английские розы но на самом деле это шраб поэтому принцип подход вот этот обрезки к шрабам подходит и вполне и в зависимости от того что мы хотим там поскольку шраб это полуплетистая роза и вот мы говорили на примере лавандр лавандр лэйс что это может быть и в плетистая роза оставаться что-то может подрезаться кустом но вот этот весь принцип омоложение санитарная обрезка и формирующая обрезка освобождение центра куста и удаление мелких побегов вот сейчас мы здесь стоим около английских роз вот это вильям шекспир у нас который тоже с бордовыми побегами опять же не пугайтесь он достаточно как бы здоровы но и вот весь этот подход когда мы освободим старые обрежем обрежем то что сломалось и обрежем всякие вилки и сделаем так чтобы оставались побеги первого второго и третьего порядка здесь у нас есть чайно-гибридные роза которые обрезки которых мы не говорили вот это вот мы немножечко подымаем освобождаем это лежит темная леди остинка тоже смотрите видите как хорошо она перезимовала но обрезке шапов уже говорили а вот это чайно-гибридная роза но надо отметить что это садовая чайно-гибридная роза современная так которая все-таки отличается от роз которые растут в парниках чайно-гибридные классические выращиваются на срезку у них совсем другой характер куста им в принципе не свойственно быть вот с таким количеством побегов они меньше дают побегов а тут вы видите какой пышный и широкий кустик но в целом подход к обрезке как чайно-гибридным розам у них как бы соблюдается и что это значит если вы видели что в шрабах и флорибунда мы оставляли побеги первого второго и даже 3 порядка а в шрабах мой иногда остаются и 4 если они очень здоровые то здесь чаще всего остаются побеги только первого и второго порядка и большинство должно все-таки быть побегов первого порядка ну иногда остаются побеги второго порядка в общем-то и послан по самому кусту видно что большая часть побегов уже вот это все побеги первого порядка они идут потому что на самом деле чайно-гибридные розы как и флорибунды я обрезаю осенью вот и поэтому тут в принципе обрезки осталось как бы просто нам от смотреть просмотреть санитарную омолаживающую куст достаточно взрослый очистить середину куста убрать все тонкое но в целом вот то что я говорила принцип видите вот это все побеги идут первого порядка и где-то вот побеги 2 порядка которую мы оставляем для цветения вот и вот это вот отличие все чайно-гибридных роз так что мы здесь обновим срезы у тех побегов куста у него как бы достаточно хорош высота куста осталось неплохое он перезимовал опять же как вы видите весь до самых кончиков ну буквально чуть-чуть подрезать нам эти хвостики а все остальное сделать омолаживающую очищающую вот середину куста я вот вижу ветки которые будут мне там давать просто тень и листву я их уберу и освобожу у нас серединку все и оставляю побег первого порядка и побеги второго порядка не больше в общем то все и плюс смотрю на гармоничную форму куста для того чтобы он был приблизительно одной высоты в целом смотрелся как бы таким достаточно округлым и хорошо развитым в общем то в принципе все по обрезке чайно-гибридных роз после того как мы обрезали розы род их необходимо подкормить для того чтобы был у нас дружный хороший старт для этого мы используем удобрения содержащие азот я подкармливаю мочевины из и сыплю приблизительно 30 грамм под куст в процессе зарых просто рыхли земля влажная и дополнительно не поливаю если кусты большие то насыпаю двойную дозу то есть 60 грамм на куст где-то через неделю или две в зависимости от сроков и от погоды кроме минеральных удобрений я уже закладываю органические удобрения чаще всего используются конские уже полежавшие вот эту зиму навоз который просто сверху мульчируется и на этом с подкормками в принципе пока на ближайших два месяца там до мая месяца завершаем что касается обработки срезов и вообще инструментов в принципе тем кто очень боится когда у вас много роз я вам честно скажу вы обрабатывать каждый раз секатор уже не будете потому что ну это очень утомительно вы понимаете что значит обрезать 270 кустов и каждый раз обработать секатор но если я знаю что у меня куст чем-то болеет у меня есть несколько таких кустов а какими-то заболеваниями то я обязательно после них обработаю секатор для того чтобы он был у нас чистый чем можно обработать но я просто спиртовым раствором брызгаю что касается обработки самих срезов здесь тоже как вы видите розы достаточно больших много побегов много обрабатывать каждый срез такой возможности лично у меня нет я считаю что очень важно обрабатывать срезы осенью вот то что я обрезаю флорибунды чайно-гибридные перед укрытием поскольку у нас предстоит влажная зима под укрытием развивается грибковой инфекции я в этом случае обязательно обрабатываю срезы ранее там особенно толстые срезы начиная там от одного сантиметра и больше весной я часто вот эту обработку срезов пропускаю потому что я понимаю что солнце сухо и в общем то в принципе очагу какому-то развиться грибковой инфекции нет поэтому можно спокойно пропустить по крайней мере мне но если вы боитесь то конечно же с обрабатывайте срезы вот в принципе все мы с вами сегодня поговорили по поводу обрезки роз вообще тема это достаточно широкая и обширная ну насколько могли достаточно компактно рассказали про несколько групп роз которые как бы растут в саду и которые вы можете обрезать до новых встреч на канале про цветок